На дороге хоть на коньках катаюсь, честное слово. Очень скользко. Такие вот голосики попадаются. Нет, я не пойду тебя здесь сохранять. Здесь окон запрещен. Сзади куча маленьких идет. Среди них могут и враги затесаться, поэтому не... Да и скользко, но я его поняту. В повороте надо вынатий. Например, мешок сверху. Хотя бы один. Просто чисто это. Сверху вниз прижать вот эту верхнюю пачку. Конечно, в хорошем бугре может прыг только сделать куда-нибудь в сторону. Это как тут метет-то хорошо. Хоть и минус 19. В этот участок тут идут. Богданович, Белоярский. Постоянно. Вот такой. Хреновенький. Ну как вкус. В каком смысле хреновенький? Вот не обогнать. Тут ничего. Тут какие-то пробки постоянно в этих... Особенно у Богдановича. Сейчас, наверное... Надо пробовать, да? Шлем. Дядька сидит в шапке, в шапке, в перчатках. Сосед там в этом газоне ему зимненько. Вот так вот дорожник чистит обочину. Если он чистит обочину, то, наверное, мы можем просадусь правильно. Все равно немножко вылезли. Ладно. Я думаю, это не страшно. Разметки не видно, правда? Потому что знак. Конец зоны запрещения обгона. Вот он только. Нарушили, но чуть-чуть. Все чуть не считается. Сейчас вы видите, что делается. Сколько от этого? От Богдановича до Белоярского. Ну сколько здесь километров? Вы видите, кажется, почувствуйте разницу, да? Там снег шел. Тут эти десять километров проехала. Смотрите, пожалуйста. Солнце светит. День чудесный. День чудесный. Какая красота. Посмотрите, что делается. Просто сказка, а не зима, да? Шавер мы считать не будем. Мы их считали. Ну вот я к чему, что... Какой резкий перепад. Только что у Милой было такое... Ну, мягко скажем, нехорошее состояние дороги. И вот, пожалуйста, вам, смотрите. По тормозам тормозишь. На педали не шлифует. Газу даю резко в пол в горку. И что, абсолютно. Ля пута. Хорошо. И так, по ходу, впереди у нас в Екатеринбурге вообще погодка шепчет. И это не может не радовать. Шестое. Машинки интисовываются. Завтра Рождество. Ну, еще раз всех с наступающим Рождеством. Понятно, что уже будет смотреть. Жождество уже давно закончится. Но все равно. Останавливается в Лукоилу. Ну, перед съездом уже. В Екатеринбург через Березовский. Выхожу. Подписчик подходит. Вот, Сергей стоит. Он на этой, на маленькой. Китайцы, корейцы. Короче, что тут по месту мебель возят. Подошел, поговорили. Сфотографировались. Тоже бывший коллег. Ну, как бывший? Бывший коллег не бывает. Имея ввиду дальнобойл. Потом нелепая авария. Авария. Инвалидность. Ну, вот, говорит, по месту здесь работаю. Вот. Говорю, ну, мне просто выгружаться, ехать по этому. Ну, да и холодно как бы. Все равно как двадцать, не двадцать, на улице. Давай, 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 дружище, перебегай. Давай, счастливо. Давай, счастливо. В твоем Нелегком труде Как и в нашем тоже Так, ну а мы звоним Что? Мы звоним Съезжаем в город и звоним клиенту Отсюда показывает 10 километров Алло, ну я вот съезжаю Сейчас Екадова со стороны Березовского В сторону В город 10 километров показывает А, все, я еду Я не знаю, со стороны Березовского Заезжал я когда-нибудь В Екатеринбург Что-то не припомню Видите, к грузовикам прямо Со времен до 5-й Чемпионата мира осталось Для вас пою я в Екатеринбурге И этот город лучше многих городов Здесь, как везде, чекаменты и урки Во многих темах решуют фараеров Но этот город отличается удачей Здесь даже воздух Он особый наш И заразишься ты удачей Не иначе Вдохнешь ее и попредешь на Уралмаш Город, мой город Ты в сердце навсегда Я шлю тебе мой пламенный привет Город, мой город И пусть летят года В душе с тобой нам по 16 лет Город, мой город И пусть летят года В душе с тобой нам по 16 лет Здесь тьма весною девочек фартовых Полно заводов и металла для страны Профессоров и рокеров толковых И все здесь в елочку, ей-богу, пацаны Мне сколько раз уехать предлагали В Москву и в Питер И дальше за рубеж Я не готов уехать Заря вы меня звали Покинуть этот Марчевского манеж Город, мой город Ты в сердце навсегда Я шлю тебе мой пламенный привет Город, мой город И пусть летят года В душе с тобой нам по 16 лет Город, мой город И пусть летят года В душе с тобой нам по 16 лет Здесь шил Борис на постаменте лень Вообще тут много уважаемых людей Здесь по ночам татищев и дыгенев Не осуждают пьяных лебедей Здесь арбитраж у церкви расположен Чтоб судьям грех со свечкой замолить Когда-то здесь я был неосторожен Так и живем Да что там говорить Город, мой город Ты в сердце навсегда Я шлю тебе мой пламенный привет Город, мой город И пусть летят года В душе с тобой нам по 16 лет Город, мой город И пусть летят года В душе с тобой нам по 16 лет Город, мой город Город, мой город Ты в сердце навсегда Я шлю тебе мой пламенный привет Город, мой город И пусть летят года В душе с тобой нам по 16 лет Город, мой город И пусть летят года В душе с тобой нам по 16 лет В душе с тобой нам по 16 лет В душе с тобой нам по 16 лет Заезжал я здесь У него зеркало, он левого нет Только я вот здесь направо уходил Это я точно помню Тут по этому частному сектору Куда-куда-то выезжал А так мне еще 4 километра Солнце светит И погодка шепчет Ика Царинбург Ой, как хорошо Частный сектор Это озеро с левой стороны большое Будьте здоровы, Алексей Николаевич Спасибо Так, 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 так Сейчас Прайвей нужно куда-то нам Титин, 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 титин Титин, титин Титин, титин Замолкай а сейчас как-то на мост направо что ли что такое вот вот озеро какой смотрится на ходу большую товар этих рыбаков то сколько сетят там под лунки слонок там чубаков достает так как-то хитром не рисует надо ехать время без 23 самого четенько так приехал как и обещал так вот здесь мы на право уходила на в принципе дальше то грузовикам и нельзя дальше у нас идет центр а у меня это с той стороны по моему разворачиваться надо будет вместо выгрузки с той стороны ночью поворота налево нет что-то я не помню что мы тут за кренделя рисую какие-то маша бама ездит елки-палка нет это нам чтобы вот поехать туда назад нужно проехать вот так вперед как все тут сложно-то вот чтобы вот туда поехать направо нужно вот такие тут кренделя вырисовывать нет ни налево не сейчас дальше а вот и сейчас налево под кирпич и не поедешь скользко надо быть аккуратнее раз пока никого так а по удачно нету часы как тут запутано так бы мы вот оттуда приехали и что господа дорожники немножко создали затруднительную ситуацию ничего мы с нее выбрались по скребли правда малость ветками так теперь надо как-то туда вот вы ползти соцветит нифига не видать ю будущий крейдер летят же летят ну дайте перестроить по второму ряду полетите короче летите я во втором поеду точно березовский штамм направо я здесь поеду вот судя по всему судя по фото нам нужно вот это вот желтое здание строительный двор ну да есть только поворот к нему налево вы прибудете в конечный пункт через 100 метров судя по всему мне вот сюда так а а а а а а а а шефская 1 сейчас позвоню спрошу ну просто прочее то один мне надо 1g по указателям в общем дальше туда надо вниз спуститься так сказали не знаю повернуть налево и потом еще раз налево хватит там говорит это гаражи говорит там только рожей там говорит фуру все есть вот он пугаться не будем что стоянка какая-то что скрытин тоже это сегодня кто прием металлолома смотрим лон направо я вижу ская 1а складской комплекс да не сюда не сюда а прием лома да сюда блин уже проехал нас назад сдадим ехайте сигналите вы там видите заблудился человек вон там прием лома я вижу а вот прием лома и здесь есть указатель еще уазика поставил есть ветки собирать а страшно стало что зеркалом поеду венг ты где так ну вот а так тут сервис скания сказали к сервису скания вот прямо сервис скания я что-то был на скании я сюда заезжал я здесь бывал все теперь я вспомнил думаю что то я знакомый что я тут был был блин шевская а говорит только рожей повернут налево прием лома только рожей не пугайтесь все ездят не пугаетесь я вот уже пугаюсь уж заездик да особенно если придется здесь потом завтра расковать говорит есть А, будет весело, если нам здесь придется задом ехать. Я вообще не помню, куда я приехал. А, ну вот туда дальше. Нифига тут у вас заезд, ребятки. Заезды у вас, конечно, здесь веселенькие. Ну что, прибыли. Как раз три часа ровно. Жду другого заезда нет. Наверное, нет, раз так сказали заезжать. Главное, с дороги не съехать, потому что потом хрен откопаешься. Откуда доставать-то будет некогда. Прием лома круглосуточно. Ну и что? Наверное, сюда дальше. Да, интересно, как я отсюда буду назад пустой выскакивать. Что, наверное, где-то здесь примерно. Сейчас будем дальше опять звонить. Это сложно поверить, но мы туда приехали. Правда, я сходил, посмотрел, он говорит, весовая, весовая. А нам надо на весовую заехать. Почему? У нас по заявке 10-12 тонн. По-моему, этому нам загрузили тонн 17 по датчику. То есть немножко другие денежки должны заплатить. Вот. Я сходил пешком, посмотрел, да. Вот и фуры вон стоят. И весовая есть. Как будто это растентовато, если где растентовато. Короче, сейчас, ладно. Сейчас на весовую заезжаем. Неужели другого заезда нет? Неужели вот так вот извращением заниматься, вот как я ездил? А, как на эту весовую сейчас еще только попасть? Серьезно мне. А, Шевская, ЦНГ точно. Надо сейчас встать назад, вот туда. Потом заехать, потому что так-то оттуда с поворота я не заломаю. На эту весовую. Потом приедет, расчехлится недолго. Вот я сейчас приеду потом. Кто приедет? Чего приедет? Продолжение следует... Неужели вот так никак по-другому не выехать? В общем, сентябрь рисовой бы не свалиться бы. Пойду вверх, узнаю, а это будем ждать, когда вот тут вот приедет к нам. Немой капелюшу. Оп! Короче, я заехал, меня этот с весов выгнал. Что ты, говорит, тут сам заехал. Мне сказали, я заехал. Короче, ладно, сейчас пускай приезжает. Хозяин, кому мне это все сдавать? И разбирается. Говорит, тут другой заезд есть, нормальный, человеческий. Не надо такими деревнями ездить, с какими я ехал. Я говорю, ты вес скажи, я съеду. Не, говорит. Но явно он его записал. Поэтому пускай сейчас приезжает этот хозяин груза и разбирается вместе с ним. Что там за вес? Сколько вес? А мы становимся, будем ждать. Переотенусь сразу. Ну, тут вот другой выезд. Вот сюда и можно выехать, оказывается. Нафига у меня такими козьими дорогами посылал. Вот здесь краючку встанем. Пускай приезжает этот чувачок и разбирается здесь сам со своими весами. Стать только так, чтобы дорогу не перекрывать. Гоу-прост? Ну и что? Когда нас выгружают, вот что мы сейчас. Видите? Они же камень. Это отблю. Там должно быть. Вот сейчас одну куртку постелил Михаила Владимировича. Сейчас на них их сюда сложим. И потом своей вот этой сверху накрою. И все. Ложим под автономку сюда, под печку. Будем ее их оттаивать. Ну, я думаю, за сутки должны оттаять. Может, раньше. Вот. Не знаю, как он будет дальше здесь выгружаться. Я его чуд... Ну, а тент это вообще катастрофа. Я его чуть спихнул. У нас, если меньше двадцати... Верхнюю загрузку убрать нет смысла. Ты ее просто не сдвинешь. Один. Если кто помог, то сдвинешь. А если один, то нет. Я не знаю, что они тут с ним будут делать. Вот выгружаем мы это все вот сюда. В этот металлолом. Ну, и выезжать уже обратно сюда же буду. Через эту, по этой козьей дороге. Ай, автономочка. Ай, как хорошо. Фу. О, восьмого. Вот только выезжаем. Почуметь. Вот трохи намучились этой выгрузкой. Грузили-то погрузчиком, а выгружать-то краном. Передние два не достать. В общем, тут маленько мы помучились с парнишкой из Таджикистана солнечного. Ну, это-то ладно. Это фигня. Тут расчет. Ну, как бы. Короче, мне заявляют. Путя говорит, веса пустая сцепка 17 тонн весит. Я говорю, чего? 17 тонн. 200 метров. То есть, как бы мы тебе там, ну, в общем, должны были еще 2000 фракту добавить, как бы, что мы лишнего привезли. Короче, тысячу. Я говорю, слушайте, я говорю, мне это тысяча, говорю, как бы, до одного места. Ну, и говорю, ради принципа. Говорю, поехали на другие весы. Если, говорю, здесь весы, моя сцепка весит 17 тонн, может, говорю, вообще фрак не оплачивать. ну, если, говорю, она весит 15, 15 с половиной, как бы, по техпаспорту, с тебя, говорю, двойной. Навесовщика, говорю, ну, ты ж, ну, ты ж уверен, давай, говорю, обнули. На следующем повороте поверните направо. При мне, говорю, что ты мне, говорю, показываешь? 17 00, ну, когда-нибудь вы такой вес видели? 17 00 лет. Короче, дайте мне весел. Я тут такую рюку поднял. Я говорю, что за детский сад ромашка? Так, а здесь налево нельзя, получается, да, что ли? Не знаю. Я сплошной не вижу. Но она, наверное, есть. Поэтому, поехали направо. Сейчас развернемся. Что, все? Готовьтесь к нам. Ну, на сегодня, естественно, у нас уже ничего нет. метров. Поэтому, там как раз, как заезжал, там же стоянка была. Сейчас поедем на стоянку. И все на сегодня. Что-то я тут с этой выгрузкой считается полвосьмого. а я приехал в 3 4 с половиной часа. малость подустал. еще и грохнулся по этому железу. Локоть себе сбил. болит, зараза. Ладно. Заживет до свадьбы чьей-нибудь. Ну, приколистый, а? Ну, приколистый. 17 тонн. Я говорю, РЭФ весит 17 тонн. РЭФ, но никак не ТЭН. Короче, пацаны, поняли, что двойной фракт отдавать. Фракт, господи, я даже сумму озвучивать не буду, чтобы не смешить. А, мы здесь уже разворачивались, да. Ну, не то, чтобы не смешить, как бы, ну, в плане того, что, ну, в общем, цена вопросов была, вот это вот решался. Одна тысяча рублей. Блин, ну, мне сейчас принципы, если еще изменить, когда из меня лоха делают, такой вариант, ну, как-то совсем не устраивает. Уже если разводите, то как-то попытайтесь, ну, посерьезнее разводить. А то в натуре. Детский сад, вторая четверть. Какая вторая четверть? Я сильная группа. О, так. Сейчас тут вот стоянка с правой стороны. Вот когда мы ехали на выгрузку, вот она тут была. Прямо сюда сейчас езжаем. Дух здесь к нам. Памородом через 800 метров. Что-нибудь сушеное. Если честно, я хочу только одного. Я хочу спать. У нас там побрякиваешь тут. Отблю мою оттаивает. Пусть она оттаивает. Такая промзона, правда, какой-то магазин. Уже по восьмого вечера я не пойду никого в магазины искать. Ничего не пойду искать. Хлеба нету, батона нету. Фиг с ним. Все завтра. Сейчас у меня есть сонят. Состояние, не стояние. Используйте второй поворот направо. Где бы какая-то стоянка? На следующем повороте поверните направо. Не, не сделайте. Дальше. Вот на автобус заворачиваю. В конечном повороте с 250 метров. А, по грузовике стоянка. На следующем повороте поверните направо. Затем на следующем повороте поверните на М. автостоянка. Отлично. Сейчас спрошу, если магазин какой-то недалеко, так что, может и стаскаюсь. Если места, конечно, еще есть. Вопрос тоже такой. Я смотрю так все. Вот забито малость. Здорово, дружище. Есть куда приткнуться? По дорожной, да. А, тут дорожная сеть? Да, Да, есть дорожная сеть. Да, да. Я скину сейчас, подожди, подограй. Нет, базара нет. Места есть? Места есть. Все отлично. Сейчас подожди. Да, конечно. Вообще красота. Ну, тогда все. Я паркуюсь, ужин и спать. Субтитры создавал DimaTorzok